Министерство обороны обнародовало новые данные по воздушной операции российских военных в Сирии. При поддержке наших летчиков за 100 дней у боевиков ИГИЛ, организации запрещенной в России, удалось отвоевать 217 населенных пунктов и освободить более тысячи квадратных километров территории. Только в декабре и в начале января из-за авиаударов российских ВКС террористы потеряли контроль над полутора сотнями городов и поселков. Благодаря этому жители, ранее бежавшие от войны, стали постепенно возвращаться домой. При этом значительную помощь оказывают отряды оппозиции. Их число растет. В течение последних месяцев налажено взаимодействие с отрядами патриотически настроенной оппозиции, которая передает командованию российской авиационной группы координаты объектов боевиков в зоне боевых действий. После проверки полученных данных по этим объектам наносятся авиационные удары. На сегодняшний день информация о каждой пятой цели террористов поступает именно от сирийской оппозиции. При этом в Министерстве обороны особенно подчеркнули, что всю информацию о целях российские военные тщательно перепроверяют. Ведомство также опровергло сообщение о якобы страдающих гражданских объектах в Сирии, которые периодически появляются в западных СМИ. И указало, кто на самом деле за этим стоит. Министерство обороны России располагает достаточным объемом информации о действительных результатах работы в Сирии, авиации и странах антигейской коалиции. И подчеркнули, что далеко не всегда эти результаты соответствуют заявленным целям. Скажу откровенно, мы рассчитывали, что наши коллеги не только обратят на это внимание, но и сделают определенные выводы. Поэтому в дальнейшем для опровержения слухов и обвинений в наш адрес, в случае молчания наших коллег о результатах их бомбардировок в Сирии, нам придется самим информировать общественность об этих фактах. Если кто-то до сих пор этого не понимает, то напрасно. Также объявлено, что наши вооруженные силы начинают гуманитарную операцию в Сирии. Первая партия самого необходимого уже направлена в город Дейр-Эс-Зор, долгое время находящийся в осаде террористов исламского государства. 22 тонны груза доставили на военно-транспортном Ил-76 ВВС Арабской Республики при использовании российских парашютных платформ.